Спорт-Анзор 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 Кёрлинг нормы сдачи ГТО и многое-многое другое! Самое главное здесь не соревновательный дух, а приятная и дружеская атмосфера! В каждом виде выбираются лучшие, потом все результаты суммируются. Так и определяются победители и призеры Спорт-Акеады. Коллектив медиахолдинга «Абакан-24» эти выходные тоже провел весело и спортивно. Отличный праздник сегодня, ежегодный, традиционный. Очень рады участвовать в нашей команде спорткомплекса. Только позитивные эмоции, даже погода хорошая сегодня. Все только за каждый год участвовать в таких спортивных мероприятиях, праздниках. Спартакиада в городе Абакане проходит второй раз. На самом деле это замечательно. Надо делать доброй традицией, проводить ее на день здоровья. Сегодня замечательная погода. И на самом деле хорошо, что мы сегодня пришли, встретили старых друзей. Отдохнули, развеялись, пообщались. В общем, всем огромное спасибо, всем участникам. И на следующий год приглашаем больше команд для участия. Вторая часть Дня здоровья посвящена теме туризма. Существует несколько полос препятствий для детских команд и для взрослых. Каждый отличается по степени тяжести. Канатные дороги, перевозка пострадавшего. Очень много препятствий, но все они сближают. Городские соревнования «Мы выбираем туризм» собрал в зоне отдыха более сотни участников. В числе целей – развитие спортивного туризма среди абаканцев, повышение уровня безопасности в походах. Это повод еще раз напомнить нам всем, что здоровья не купишь, что занятия физической культурой, спортом, провождение времени с семьей на свежем воздухе способствуют укреплению и психического, и физического здоровья. Поэтому желаю вам сегодня отличного дня, отличного настроения, новых контактов, новых друзей. И еще раз в преддверии осенней непогоды, различных вирусов, всем-всем нам здоровья и мирного неба над головой. Программа соревнований насыщенная. На туристических полосах участники ходят по кочкам, переплавляются на катамаранах, перевозят пострадавшего. И это лишь часть из большого списка испытаний. Для каждой возрастной группы своя степень сложности. Сначала по канатам лазали, потом бабочка, перепрыгивать палочки, канат, пеньки. И вот вместо того, чтобы бежать от этого расстояния, стояли носилки, чтобы нести человека. Раза три, наверное, может больше. Хорошая полоса испытаний. Замечательно. Она проверяет как раз и силу, и здоровье, и умение держать равновесие. То есть замечательная полоса препятствий. Рекомендую всем быть на этом празднике. Также в рамках состязаний проходит конкурс на лучший бивак. Садорный, хлебосольный и гостеприимный. Команды должны показать лучшую организацию быта в полевых условиях. Разбить лагерь, расставить все необходимое для правильного отдыха и даже организовать места для сбора мусора. Насыщенная суббота подарила участникам Дня здоровья заряд бодрости и понимание твердого плеча команды. Но главное – эмоции. С грустными лицами в парке мы никого не нашли. Продолжаем нашу программу. Сейчас поговорим о соревнованиях, которые по уверениям организаторов, да и самих спортсменов, которые в них будут принимать участие, проходят в Хакасии, на юге Красноярского края, скажем так, впервые. Называются они «Дебют Бэкьярд Ультра 2024». А вот что это такое, с чем это идет, нам сегодня расскажет организатор соревнований, руководитель бегового клуба «Не пешком» Светлана Овчинникова. Добрый день, Светлана. Здравствуйте. Итак, давайте начнем все-таки с того, что такое «Дебют Бэкьярд». Это очень интересное соревнование на выбывание. У спортсменов есть один круг. Он составляет 6 километров 706 метров. Его нужно преодолеть в течение часа. Как вы будете это делать, это на ваше усмотрение. Хотите – преодолевайте его с самой быстрой скоростью. Хотите – идете пешком. Главное – уложиться в 60 минут. Если вы преодолеваете этот круг раньше, у вас есть время, чтобы передохнуть, перекусить, привести себя в форму, может даже переодеться. Но главное условие – в течение нового часа вам нужно выйти снова на старт. Сколько таких кругов зависит только от фантазии и выносливости спортсмена? То есть финиш – никто не знает, когда он произойдет. Ну, то есть есть перерывы, все-таки можно делать себе, если ты чувствуешь, что кто-то, кто бегает, да, он пробежал за его. Ну да, если спортсмен преодолевает трассу за 40 минут, то есть у него 20 минут есть в запасе. Таких соревнований не было здесь? Здесь нет. А где были? Откуда вы это принесли, скажем так? Вообще в 2012 году американец придумал эти соревнования, почему они называются «Бэкьярд» на заднем дворе. Впервые дружественные он провел у себя на ферме. Почему такая дистанция 6 километров 706 метров? Потому что он считал, что любой спортсмен в комфортном для себя темпе сможет за 24 часа преодолеть 100 миль. Поэтому он 100 миль разделил на 24, и вот получилась такая дистанция. Какой интересный у него подсчет. Да, это вообще очень интересный спортсмен, ультрамарафонец. Ближайшее соревнование к нам – это Новосибирск. Но так как спортсмен преодолевает дистанцию сам, но очень важна группа поддержки. Кто будет ждать его на финише, кто будет помогать ему с едой, с одеждой и моральный дух поддерживать. Еще важна команда. То есть куда-то ехать не так, что ты собрался, купил билет и уехал. Тебе нужно еще с собой привезти команду, палатку, еду, все такое. Это не очень удобно для кого-то. И поэтому мы решили, чтобы за Бакьярдом далеко не ездить, организовать его здесь у нас. Но вы участвовали сами? К сожалению, нет. Потому что в этом году я организатор. Но изначально очень хотелось поучаствовать самой. Поэтому эта идея горела давно. И вот в этом году я рада, что она воплотилась. Проходить это будет в Минусинске. Можно я задам вопрос? Да. Бор, да, Минусинский. Там бегают все. Там бегает Сайбермен, там еще кто-то. Почему там бегают? Почему они в Абакане, в зоне отдыха? Почему туда все? В Абакане, в зоне отдыха мы не можем оградить доступ людей. То есть кто-то будет мешать спортсменам. Да, там же и на велосипедах ездят, и на роллерах. Поэтому ради безопасности решили проводить в Минусинском бару. Во-первых, как вы уже сказали, Сайбермен там проходит, и трасса уже размечена, и многие ее знают. Во-вторых, нам очень помогает автобаланс. На территории его именно проходят эти соревнования. Там есть цвет, вода, то есть удобство для спортсменов и для организаторов. И вот можно, как это выглядит? То есть вот в 9 утра у вас в 9 открытия вы открылись, потом все встали на старт и побежали. В это время что? Группа поддержки там лагерь разбивает или он уже разбит? Что происходит? Как это вообще выглядит? Ну, по идее, сбор участников в 7 утра. То есть да, они приезжают, если кто-то намерен бежать до вечера, они разбивают себе лагерь, палатки, столы. Им помогает группа поддержки, они начинают разминаться. В 8.30 у нас брифинг, то есть по трассе, какие-то нюансы я скажу, расскажу. И все, да, в 9 дается старт, спортсмены убегают. В это время у организаторов тоже есть время заняться своими какими-то делами. Ну, конечно, пока они бегают, можно хоть что-то сделать. Какие-то недоделки, может быть, если они есть, да? А у группы поддержки переживать только за своих спортсменов, может тоже какие-то доготовки исправлять? Ну, я так, вот группа поддержки, вы так сказали, да, кто будет питанием. Это специалисты обычно приезжают? Ну, или все зависит от уровня соревнований? Нет, я думаю, что это друзья. Это друзья, в конце. То есть это те люди, которые пока человек бегает, они могут пожарить шашлыки, посидеть за столом, да, поддержать его морально на очередном перевале. Ну, я не знаю. Ну, я шучу, конечно. Шашлыки будет ли поддержкой или наоборот? Аккуратно. Да-да-да. Ты смотри, мы тут развлекаемся, отдыхаем, а ты поши. А ты беги дальше, да. А сколько участников собрали на первую бакет? 36. Это много или мало по меркам такого рода соревнований? Ну, мне сложно сказать. Я количеством довольна, скажем так. То есть у нас был лимит 50, но в какой-то момент я начала переживать, что первый раз, а справлюсь ли я с таким количеством. И поэтому 36 для пробы самый раз. Да, заявка уже закрыта, да, уже все, уже нельзя попасть. То есть, уважаемые зрители, если кто-то сейчас про шашлыки послушал и решил, что вот оно самое, не, не получится. Но поболеть прийти можно, я правильно понимаю? Да, конечно. У нас, я считаю, что у нас будет очень интересно, будет стол с настольными играми для как раз-таки поддержки, группы поддержки. Любой зритель посмотреть вообще, как это происходит и стоит ли участвовать в следующем году, может прийти. И самое интересное в этих соревнованиях, на мой взгляд, что как раз-таки не нужно быть суперспортсменом, чтобы здесь принять участие. То есть, конечно, кто-то заряжен на сутки, у кого-то в голове 100 километров, у кого-то там первый марафон 42 и все. А любой любитель, он не знает, на что он способен. То есть, он пробежал круг и думает, да елки-палки, я смогу второй. Он бежит второй и чувствует, что благодаря тому, что есть время на отдых и на трассе можно переходить где-то на шаг, то есть, организм где-то успевает отдыхать, восстановиться. Он добегает и думает, да я и третий смогу. Где-то на четвертом нужна бригада скорой помощи. И наоборот, вот это может где-то азарт, адреналин и вот эта атмосфера, мне кажется, она заряжает. И люди, возможно, сделают то, о чем даже сами не подозревали. Победители бывают у таких соревнований? Или это все-таки, как, прям должен остаться только один? Или все, кто вот эти 100 миль пройдут, они все вроде как победители? Нет, соревнования считаются оконченными в двух случаях. Это если никто не вышел на старт круга, или если один участник выходит на старт, и он последним преодолевает этот круг. То есть, он остается победителем. То есть, он должен остаться только один? Могут и больше 100 миль бахнуть, если... Конечно, конечно, да. То есть, это, говорю, зависит от фантазии и выносливости. Ну, кто с кем как зарядится. По мировым стандартам победители именно только один. И это не важно, мужчина будет или женщина. То есть, последний человек в забеге. У нас же, поскольку это первые соревнования, все-таки мы решили поощрить тех спортсменов, кто не побоялся и заявился в эти соревнования. У нас будет награждены первые три места у женщин и первые три места у мужчин. И дополнительный приз последнему финальному спортсмену. Ну, кто последний побежит, да? Гран-при, скажем так. Да, мы не знаем, кто это будет, мужчина или женщина, поэтому так. А состав участников, мне интересно, это те же люди, которые вот сайбермен бегают и так далее, или это вообще подобрался, которых вы не знаете? Есть те люди, кого я не знаю. Есть новички, кто просто решил испробовать свои силы. Есть спортсмены из Красноярска, достаточно титулованные. Есть спортсмены из Хакасии, имеющие звание мастер спорта. Вообще разные. Ну, слушайте, а это вот вообще как с точки зрения здоровья? Просто я знаю легкотлеты, да? Вот он побежал, вот он если с ритма сошел своего, то ему потом очень тяжело, ну, где-то там заколол. Ну, главное ритм, главное темп, главное дыхание. А если вот эти вот перерывы, они не получаются так, что они наоборот мешают? Ну, я считаю, что нет, потому что если взять даже… Ну, просто по видам нагрузки, может, это все-таки, наверное, разные вещи, да? Нельзя вот так прям с обычным бегом сравнивать. Да, во-первых, легкотлеты чаще всего, если мы берем, да, то это асфальт, там бегут с одним темпом, вот как взяли, так и бегут, и ровная поверхность. Здесь все-таки мы говорим про лес, это больше к трейлоранингу относится, да? Где-то рельеф, то есть все равно скорость и темп будет меняться в зависимости от рельефа. Это уже, и здесь в том-то и дело, что не нужно уложиться в какое-то время, то есть каждый бежит в комфортном для себя темпе. Ну да, здесь надо вложиться, просто за час попасть. Да. Это чем-то похоже, ну, конечно, совсем не похоже. Часовой бег, вот, который у нас бегают, когда надо за час преодолеть, сколько-то вот кругов. Кто больше преодолел, ну, как бы такое обратное ощущение. Да, но там тоже все-таки, все-таки зависит от скорости. Нет, там другое, да, там скорость, здесь вот как-то по-другому. Если не секрет, вот если вы говорите, ну, не секрет, а вот Новосибирске, когда проходит, это вообще сколько вот люди преодолевают, сколько может длиться забег? Вообще в мировой рекорд России 75 кругов у женщин и точно не скажу, больше 100 кругов у мужчин. Так, 6 на 100, это получается 600 километров? И за сколько? Ну, посчитайте каждый час. Да, да, да. Ого, ну, это очень серьезно, а это когда? Давно установлен рекорд? Ну. Вы не знаете. А у нас-ка чего ожидать стоит? Вот вы как думаете, за сутки побегут или двое? Сколько вам там жить придется? Все вместе, всей группой поддержки в его лагере? Не знаю, судя по чату, кто-то настроен на двое суток. Ну, как пойдет, посмотрим. То есть прямо двое суток люди готовы бегать. Хорошо, тогда я расскажу, задам вопрос, который я задаю вообще. У нас очень много сегодня любителей бега, у нас разные виды, у нас скайранинг, трейлранинг, чего только нету сейчас, да? Да. А куда все бежи-бегут? Что происходит? Почему такое увлечение именно беговыми дисциплинами? Потому что есть клуб, вот у вас клуб, да, есть другие клубы, я знаю, школы. Да. Уже не только вот профильная легкоатлетическая школа. И главное, придумывают все как можно более сложные испытания. Я про сайбермен вообще молчу. Эти люди, которые 84 километра встали, побежали на скорость именно безостановочно. Зачем? Почему? Мне кажется, сейчас такое веяние пошло. И может кто-то дань моде отдает, не знаю. Но вообще это очень доступно. Начнем с этого, да? Тебе не нужно никуда ходить, записываться отдельно в спортзал. Если кто-то решил начать бегать, ему нужно купить кроссовки, какую-то форму, и он может бежать из дома. Для меня это, опять-таки, какие-то приключения. То есть я, когда бегу, может быть, где-то попадая в детство, что ли, не знаю, когда играли в догонялки, было очень комфортно бегать во дворах. Никто не сидел в гаджетах, да, по гаражам лазить. И это некие были приключения всегда. И вот сейчас именно в таких забегах, не знаю, можно озвучивать другие забеги, да? Да, конечно. Вот как горный поход за сутки прошел на прошлых выходных, да? То есть ты бежишь по карте. Тоже спортивное ориентирование. Это же как квест. Ты попадаешь в какую-то свою историю. И в какое-то время варишься вообще, отключаясь от внешнего мира, от работы, от какой-то суеты, ты попадаешь в совсем другую историю. Можно сказать, как в сказку, да? Ты в ней находишься, и тебе там классно. Поэтому бег – это некая такая, как сказать, история, как дверь в Нарнию, да? Ты попадаешь совсем в другой мир. Ты там наедине сам с собой, со своими мыслями. Очень интересно наблюдать за ними. И вот именно тогда приходит что-то такое интересное в голову. Ладно, поверю на слово. Может быть, когда-нибудь я еще раз попробую. В любом случае, спасибо, что пришли сегодня. Мы вам желаем успехов в соревнованиях, которые вы проводите. Еще раз дебют Бек-Ярд Ультра. Давайте еще раз напомним, где, во сколько приходить болельщикам. Вот да, очень важный вопрос. Болельщикам, когда лучше приходить? На старт или лучше приходить, когда, примерно, начинают люди финишировать? Интереснее, что будет? Наверное, посмотрите. А как мы узнаем, когда люди будут финишировать? То есть пришли вместе с группой поддержки, поставили палатку и сидите болельщиками. Нет, я могу сказать вот так. Чтобы не занимать у людей целый день, обязательно нужно прийти на открытие. Это ориентировочно в половину девятого, чтобы успеть на старт. И нужно будет прийти вечером. Это когда стемнеет уже. У нас тоже будет некий сюрприз для спортсменов. И зрителям тоже, я думаю, все понравится. Хорошо. В общем, приходите, посмотрите. Минусинском бару приходите. Это магазин «Автобаланс». Можно забить прямо в поисковике и спокойно доехать. Чтобы не искали в Минусинском бару где-то непонятно где. Ну, а там посмотрите. Может, сами примите в следующем году участие, если будете продолжать это. Спасибо большое, Светлана. Спасибо большое. Ну, а наша программа на этом не заканчивается. Прямо сейчас сюжет, посвященный обращению борцов Хакасии по поводу отмены Карамчаковского турнира. Леонид Геннадьевич Чучунов – тренер, мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Участник Олимпиады в Сиднее. За его спиной молодая поросль. Будущее Хакасской вольной борьбы. Для парней, говорит Леонид Геннадьевич, всероссийский турнир имени Карамчакова – путевка в большой спорт. Знакомство с другими атлетами, возможность участия в мастер-классах. Нынешней осенью всего этого в Хакасии не будет. Решение об отмене Карамчаковского турнира шокировало спортивную общественность. Не поверили сначала мы. А потом, когда начали узнавать, по оказывается, Федерация спортивной борьбы Хакасии тоже отказалась проводить эти мероприятия. Ну, знакомые для Хакасии. У нас крупнее, наверное, во всех видах спорта нет такого турнира. В Хакасии имеется в виду. Чтобы столько народу приезжать и столько мастеров спорта борются у нас. Молодые ребята, которые вот сейчас перспективные у нас тоже, они тоже возрастом, ну, совершеннолетние, когда становятся, тоже имеют право уже там участвовать, повышать спортивное мастерство, смотреть на других представителей, которые там даже Заур Батаев, там вот такие спортсмены, заслуженные мастера спорта здесь боролись. И вот ребята смотрят на них. А это Наталья Малышева, еще одна прославленная спортсменка Хакасии. Коллеги называют ее олимпийской звездочкой. Наталья прошла отбор на Олимпиаду в Париже. Хотя и не поехала, как и многие спортсмены нашей страны. Турнир памяти Сергея Карамчакова она считает визитной карточкой республики. Ежегодно в спорткомплексе имени Николая Булакина собирались начинающие и опытные борцы. Со всей Сибири приезжали команды из Монголии. Более того, турнир носил статус мастерского. А с недавних пор на ковер стали выходить и женщины. Вообще для спортсменов это такой опыт, где все наши спортсмены могут побороться. Так как из Хакасии не все выезжают, а здесь возможность всем побороться. Плюс к нам приезжают в других регионах и конкуренции есть. И получается, это также популяризация нашего вида спорта. Потому что родители детей приводят, сами дети приходят. Потому что это везде реклама, рекламируют, что соревнования не приходят. И некоторые дети нравятся борьба. Тем более соревнования, это же всероссийские соревнования. И интересно им. И они приходят, хотят тоже побороться. И я думаю, что нельзя отменять такие соревнования. Нужно проводить. Спортсмены говорят, что в Министерстве спорта Хакасии им не озвучили причину отмены всероссийского турнира. И это несмотря на то, что соревнования входят в российский спортивный календарь. А значит, были заранее согласованы. Однако в начале сентября в интернете было опубликовано письмо на имя президента Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили, которым Минспорт Хакасии просит отменить три борцовских турнира в памяти Карамчакова, Чаркова, Баргаякова. Причина – нехватка денежных средств. Сегодня нашему телеканалу Министерство спорта Хакасии представила пресс-релиз, в котором разъяснили причины отмены Карамчаковских состязаний. Одна из причин – перераспределение финансирования средств на проведение мероприятий. Цитата. «Имеющуюся сокращенную сумму направить на командирование спортсменов по этому виду спорта, чем снижать статус и уровень традиционных турниров». Конец цитаты. И еще один аргумент, который приводит Минспорта Республики. Цитата. Борцы Хакасии показывают на домашних турнирах далеко не самые лидирующие позиции и нехватку соревновательного опыта. Конец цитаты. «Они некоторые готовятся целый год к нему, например, чтобы выполнить нормативы на мастера спорта. А сейчас просто человек, когда вот подходит к пику своей формы, вот к этому турниру готовятся некоторые. И просто им говорят, что его не будет. Такой турнир у нас в Республике один и единственный у нас вообще. И чисто в честь него мы проводим турнир такой. Но я думаю, на этот турнир, на олимпийца, коренного жителя, я думаю, мы бы могли, а не в Министерстве спорта, я думаю, могли бы выделить деньги, найти и провести его. У нас вот гран-при Ивана Ирыгина проводят, например, в Красноярске. Не дай бог там кто-нибудь отменит. И что, там пол Красноярска поднимется на дубы. Как так можно отменить такой турнир? Тоже у нас здесь. Сейчас мы не знаем, что делать. Как следует из пресс-релиза Минспорта, в этом году перенос соревнований коснулись не только спортивной борьбы. И федерации предупреждали. Спортсменов же волнует другое. Почему турнир, который был популярен в течение 30 лет, вдруг стал непрестижным? Ведь борцов в Хакасии меньше не становится, говорят тренеры. Интерес к борьбе у молодежи есть. Только в прошлом году во всероссийском турнире памяти Карамчакова за звание сильнейших в 10-ти весовых категориях сразились более 200 спортсменов. Верните нам турнир Карамчакова! Дарья Казак, Андрей Аралов, новости. Вот и все, друзья, пришло время заканчивать нашу программу. Впереди нас ждут очень насыщенные выходные и целая череда турниров. Во-первых, в парке культуры отдыха состоится Кросснации. В спорткомплексе имени Николая Генриховича Булакина будут заканчиваться соревнования, посвященные памяти Пановаренко. В теннисном зале пройдет турнир по настольному теннису. Кроме того, на ледовой арене будут кипеть схватки Кубка столицы. В общем, огромная череда спортивных событий, которые стоит обязательно посетить. Ну а мы постараемся вам о них рассказать в следующей неделе в эфире программы «Спорт Анзор». А я прощаюсь с вами. Пока-пока.